Здоровенький, амиго! Погнали посмотрим видосик! Гоголь-моголь полюбившийся многим праздничный напиток. Сливочный, сладкий и в общем-то безобидный. Только если вы не пьёте его в Америке 19 века. Потому что тогда после него было трудно устоять на ногах. В то время Гоголь-моголь... Он был алкогольным? ...включал в себя всё, что было дёшево и доступно. Молоко и яйца с молочных ферм, сахар, ну и конечно же огромное количество алкоголя. У Джорджа Вашингтона был свой мощный рецепт. Пол-литра бренди, четверть литра рома, четверть литра ржаного виски. Ха-ха-ха! Ты чё, серьёзно? Ва-а-а! Ха-ха-ха-ха! А куда так много всего? Рецепт. Пол-литра бренди, четверть литра рома, четверть литра ржаного виски и немного креплённого вина. Чисто литр убойного, хрючего такого. Знаешь, это хрючего назвать, либо какая-то... Ой, это какая-то слишком жёсткая отвёртка. Четверть литра рома. Даже не отвёртка, как это назвать прям это, я не знаю. Четверть. Ураган эмоций. Литра ржаного виски. Сногсшибательный напиток. Ха-ха-ха! И немного... Босс-вертолёт? Как это назвать просто? Пол-литра бренди, четверть литра рома, четверть литра ржаного виски и немного креплённого вина. Убойное пойло. Если вам уже интересно, что же будет дальше, поставьте ролику лайк и подпишитесь на канал. Когда вы делаете это в начале просмотра, Ютуб лучше продвигает это видео. Продолжаем. В 1817 году в военной академии США в Вестпойнте начали проводиться реформы. Был введён регламентированный распорядок дня, физические упражнения и четырёхлетний учебный план с фокусом на инженерию. Дисциплина стала очень строгой. Новые правила включали в себя определённые нормы поведения, которые запрещали курсантам покупать, иметь при себе и пить алкоголь. Сначала по праздникам делались исключения. Можно было пить 4 июля, в День независимости, и на Рождество. Однако День независимости 1825 года заставил руководство академии пересмотреть и ужесточить правила. Потому что курсанты напились, а затем танцевали и утащили в казармы майора. Для военных такое поведение было неприемлемым. Теперь алкоголь был под тотальным запретом. И перед Рождеством 1826 года всем учащимся в очередной раз сообщили, что гуголь-моголь будет безалкогольным. Однако руководство всё равно переживало, что кто-то и где-то будет веселиться. За два дня до праздника они обсуждали слухи, что курсанты тайно проносят в академию алкоголь. У них даже был главный подозреваемый, курсант Джефферсон Дэвис. Да, тот самый Джефферсон Дэвис, который позже стал президентом конфедеративных штатов Америки. И опасения у руководства были не зря. Потому что даже в то время, пока они это обсуждали, партия контрабандного гуголь-моголя уже готовилась в казармах. Неделями курсанты проносили нужные ингредиенты и еду из столовой. А Джефферсон Дэвис был одним из зачинщиков, самые отважные из которых отправились в ближайшие таверны, чтобы прикупить алкоголь. Однако цены на то количество алкоголя, которое им требовалось, были слишком высоки. И тогда они переплыли реку Гудзон, где цены были ниже. Они... Переплыли. Переплыли через реку ради алкоголя. Пили 7,5 литров дешевого самогонного виски. Но на обратном пути у нарушителей дисциплины возникли проблемы. Потому что причал Вестпоинта охранял рядовой армии США. Тогда они собрали все деньги, которые у них остались, чтобы дать взятку. 35 центов. И это сработало. В казармах они смешали желтки, сливки, корицу. Помешали ингредиенты, чтобы те загустели. И затем добавили туда весь алкоголь, который смогли найти. То, что было взято на другой стороне реки, это не все, что они сумели раздобыть. Это был их акт сопротивления. Руководство не могло отобрать у них нездоровые алкогольные традиции. Скоро они будут чокаться и чокнуться. Канун Рождества. 11.59 вечера. После последнего ночного обхода все тихо. Руководство Академии с облегчением выдыхает и отправляется спать. Но в комнате 28 открылся настоящий рождественский гоголь-моголь бар. Курсанты украдкой бегали туда, чтобы взять напиток, а затем расходились по ближайшим комнатам, чтобы праздновать. Вечеринка шла уже несколько часов. Напитка оставалась все меньше и меньше. Но произошло рождественское чудо. С ночного рейда принесли еще несколько литров виски. Так, я что сказал рождественское чудо? Я имел в виду рождественская катастрофа. Потому что этот дополнительный алкоголь явно оказался лишним. В 4 утра руководство Академии проснулось от дикого голд... Тяжа. Конечно же это была куча поющих, топающих и кричащих курсантов, находившихся на верхних этажах. Один из руководителей прервал веселье в одной из комнат, где тусовались 6 курсантов. Но он даже не успел разогнать их по кроватям, как услышал шум в соседней комнате. Он ворвался туда и увидел трех в усмерть пьяных чуваков, двое из которых прятались под одеялом, а третий закрыл лицо шляпой. Какой бред, а? Пьяных чуваков, двое из которых прятались под одеялом, а третий закрыл лицо шляпой. Руководитель начал кричать на них, приказывая вернуться в свои комнаты. Но настроение ребят начало потихоньку меняться. Они не были испуганы, они стали злиться. Как он смеет пытаться прервать их устоявшуюся традицию, праздновать Рождество и напиваться в хлам кремовым напитком с добавлением дешевого и некачественного алкоголя. Ситуация стала накаляться. Капитан услышал балагарн этажом ниже и направился туда. Он ворвался в комнату номер 5, заполненную курсантами еще больше, чем на верхних этажах. Они все замерли и повернулись в его сторону. В этот момент в комнату завалился пьяный в стельку Джефферсон Дэвис и такой «Мужики, убирайте алкашку, капитан идет!» Капитан приказал всем разойтись. Джефферсон так и поступил. Он отправился в свою комнату и отрубился в кровати, пропустив остальные праздничные мероприятия. Обстановка в казармах превратилась в полный хаос, потому что масса пьяных враждебно настроенных молодых лбов схватила оружие. Когда капитан зашел в очередную комнату, он увидел дуло пистолета, а потом прогремел выстрел. Но, к счастью, один из курсантов толкнул того, кто держал пистолет, и пуля прилетела в дверной проем. Пиздец! Это просто пиздец! Рядом с головой капитана, у другого руководителя, лейтенанта, тоже не получалось никого успокоить. Курсанты угрожали ему саблей, а когда он развернулся, чтобы уйти, один из парней отправил его в нокаут куском деревяшки. Капитан побежал к дозору и приказал ему позвать начальника академии, которого курсанты любили и должны были послушаться. Однако в этот момент ситуация стала еще более безумной, потому что несколько бунтующих курсантов подслушали разговор, и на пьяную голову им показалось, что капитан хочет позвать артиллеристов регулярной армии... Ой, бля... И тут начинается просто войну... Войнушка по пьяне, да? Пиздец! Мораль всей басицы такова, не пейте! Пьяную голову им показалось, что капитан хочет позвать... Иметь алкоголь и оружие вместе, это пиздец! Артиллеристов регулярной армии, которые находились в Вестпойнте. Он чё, хочет, чтобы они пришли и обстреляли казармы, или как? Бухие курсанты схватили оружие и стали укреплять казармы. Они даже устроили осаду комнаты капитана, кидая камни и деревяшки в окна. Они сломали всё. Они вырвали перила у лестниц, разбили окна и разбили всю посуду. Начальник академии прибыл туда около 6 утра. Эффект от алкогольного Гуголь-Моголя начал спадать. Когда майор приказал курсантам выйти на утреннее построение, жалкие и плохо себя чувствующие мятежники вывалились и выстроились на фоне рождественского рассвета. 90 курсантов, треть общего числа, приняли участие в бунте Гуголь-Моголя. Так как исключение целой трети было бы полным позором, осудили лишь 20 человек, которые больше остальных нарушили устав. 9 курсантов были исключены навсегда. Их карьеры были настолько загублены этим, что двое из них затем стали генералами, а один секретарем штата Техас. Другой наказанный курсант провел остаток своих дней, отбыв 8 лет в качестве судьи в Верховном суде. А Джефферсон Дэвис, так как отправился в кровать, избежал наказания, но на 6 недель ему запретили выходить из казарм. Несмотря на то, что он помог организовать вечеринку, последствия обошли его стороной. И как минимум один урок из этой ситуации был вынесен. Сейчас в Вестпойнте на рождественские праздники курсантов отправляют домой. Если они напьются, то хотя бы разнесут только свой дом, а не всю Академию. Друзья, не забывайте про новогодние розы... Хороший ролик, поддерживающий новогодний настрой сейчас. Ребята, но человек под алкоголем, это порой бывает страшно. Я как вспомню в детстве, как у нас праздновали Новый год. Не то, что сейчас. Сейчас стали уже более культурно как-то дома. Раньше выходишь на улицу. Уйма пьяных мужиков, женщин, все пьянющие просто ходят по улицам. Там какие-то концерты, там на улице, там это как эти, я помню, выступали кто-то всегда. Чего только не происходило. Просто под утро, под утро, мы еще мелкими были, мы постоянно под утро гуляли и собирали телефоны, которые, телефоны, либо деньги какие-то оставались, валялись, знаете, прям, вот серьезно, вот вы не поверите. Но реально люди роняли во время этих пьянок много очень ценных вещей. И это как ни странно. Мы, можно сказать, опережали дворников, и все, что получалось ценное, по-тихому сметали. И уходили. Но сейчас стало более все культурно, и люди уже как-то, как-то уже пришли на елочку, посмотрели на елочку, ушли домой, немножко подвыпили, легли спать, и все, и уже как-то спокойнее. Тем более, у многих есть Дота, Дота 2 играют, и там под бутылочку пива, или еще что-нибудь. Ладно. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан, и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.